Вы готовы к ярким впечатлениям? В Кокоду стартуют новые детские программы! Множество различных персонажей! Зажигательная мини-диско, волшебный аквагрим, увлекательные аттракционы, а также большие ростовые куклы! Удиви своих друзей шоколадным фонтаном! Попробуй вкуснейший бельгийский шоколад! Выбери сам, молочный, темный или же белый! Спешите в развлекательный центр Кокоду! Телефон 28-34-33 Здравствуйте, дети! Девчонки, мальчишки! Дядюшка Бух, я живой, не из книжки! Это мой дом, чудеса в нем жазут, знания разные прячутся тут! Очень люблю я покой, тишину! Ну, что там за шоу? Ну, что-то я не пойму! Эх! Бухты-барахты! Плюшки-ватрушки! Скоро здесь будут друзья и подружки! Буду здесь бегать, прыгать, скакать! Дядюшке Буху спать не давай! Спрячусь и буду за всем наблюдать! Бухта-барахты пора начинать! Привет, Бух! Что я принес? Выходи давай своего укрытия, пока Кати нет! А Кати нет? Кати нет! Ха! Кати нет! А я тебе что говорю? Сейчас будем играть в военные уголки! О, Дениска! Я гляжу, ты уже майский выпуск журнала «Ягаза» прочитал! Да его уже все чебоксарские ребята прочитали! А я не только прочитал, я еще вырезал всех солдатиков! Чур, моя армия синяя! А, тогда моя красная! Я не помню! Ты е-мое! Всем привет! Привет! Ну вот, не успели! Бух, у меня к тебе есть маленький вопрос! Ну, задавай! Я тут недавно твою новую сказку в майском журнале «Ягаза» прочитала! Ага! Так вот, почему главную героиню в сказке зовут Лиза? Ну, а как ее надо было назвать? Катя! Как нескромно! Ну, неужели Кате не заслужили того, чтобы про них сказку написали? Вспомним, к примеру, великую царицу Екатерину Вторую или актрису! Ой, Катя! Ну, просто скажи, что хочешь перед подружками похвастаться? Что про тебя сказку написали? Как будто бы я тебя не знаю! А можно подумать, знаешь! Конечно, ты можешь часами вертеться около зеркала! Вообще-то я могу часами вертеться у любого отражающего внешность предмета! А еще я могу делать два дела одновременно! Знаешь, разговаривать по телефону и красить ногти я не считаю это делами! Вот зачем ты меня сейчас обижаешь? Ты же знаешь, что женщины слабый и ранимый пол! Да все, кто хоть раз спорил с кондуктором в троллейбусе, знают, что женщины это совсем не слабый пол! Так тем более, про меня надо было сказку написать! Или хотя бы... Точно! Я передумала! Теперь я не хочу, чтобы про меня сказку писали! Я хочу, чтобы кто-нибудь нарисовал мой портрет! Денис! А ты проиграл! Бух! Вот видишь, как я хорошо Дениса отвлекала! Он совсем об игре не думал! Ну что, поможешь мне с портретом? Кать! Это тебе лучше к художникам бы обратиться! Ладно, как и быть, помогу! Готовьтесь совершить волшебный барах! Бах-бух-плюх-патрух! А вам, ребята, я хочу сказать, что совсем скоро, 1 июня, Негаза готовит вам большой праздник! Вырезайте из журнала вот эти вот денежки и покупайте на них подарки! Встречаемся у кинотеатра «Мир Люксор»! 1 июня в 11 часов! Я там тоже буду! Поэтому увидимся на празднике! Ух ты! Сколько художников! Здравствуйте! Мы не художники! Мы только учимся! А вы сможете нарисовать мой портрет? Почему бы и нет! Только на это нужно время! Сможешь пару часов посетить, не двигайся! А разговаривать тоже нельзя? Нежелательно! Попробуем! Хорошо! А что мне все это время делать? Не переживай! С посажком художным училищем много интересного! Сейчас приведу экскурсию! У нас учатся много разных студентов! Кто-то в будущем будет художником, дизайнером, театралом, кто-то будет бенчаром! Знакомься, это Ксюша, будущий бенчар! Привет! Привет! Хочешь попробовать сделать мой горшок? Конечно, хочу! Давай мочи руки, будем пробовать! Сначала мы глину центруем, то есть делаем, чтобы мочи глины было ровно посередине! Давай, клади ручку сюда! Мы с тобой работаем за гончарным кругом! Сейчас мы дырку раздвигаем! Чувствуешь? Угу! Сейчас мы будем поднимать стенки! Не дави, только чувствую аккуратненько! Ну вот, изделие наше готово! А как мы снимем его с круга? Срезать мы будем с помощью струны! Это резко, вот, вералочками! Сейчас ты должен намотать на руки и так вот закрепить! Вот! Наматывай, фиксируй пальцы, теперь ты плотно прижимаешь ее к кругу и тянешь на себя! Наверное, этот горшок еще и высохнуть должен! Да, конечно! Сначала мы изделие ставим на полочку, так, чтобы никто не смог уронить! И ставим, вставляем сохнуть, ну, на один, на два! После того, как изделие высохло, мы его несем в обжиговую! Здесь у нас две печки, в которых обжигаются наши изделия! После обжига, который проходит несколько часов, изделие выходит уже вот такого цвета! Его можно также раскрасить глазурями, отгобами! Если глазурями, то изделие получаются такими вот яркими и цветными! После чего уже изделие готово к употреблению! То есть, с него можно что-то надевать, что-то ложить! Совершенно готовая посудя! Скажите, а это трудно нарисовать портрет, чтобы похоже было? Да, это мы учимся долго! Сначала мы учимся рисовать глаза, нос, губы! Ну, отдельные детали! А потом уже и к голове приступаем! Это мастерская театрного и кондиционного искусства! Как много костюмов! А кто их сшил? Мы! Ведь мы будущие художники-технологи! Без нашей профессии не обойтись ни в театре, ни в кино! Это очень редкая и творческая профессия! Ты хочешь что-нибудь примерить? Вот, например, шлем греческого героя! Держи! А это костюмы, которые шили наши студенты! Например, это платье знаменито тем, что в таких костюмах танцевали на баллах по длина Александра Сергеевича Пушкина! Еще в те времена цвета тканин имели очень-очень интересные названия! Например, возможно, этот цвет назывался бедро испуганной ниткой! А это костюм 16 века! В таких костюмах могли ходить только знатные и богатые люди! Смотри, интересный факт! Эти рукава очень-очень длинные! Согласись, с такими рукавами невозможно работать! Отсюда и знаменитая пословица «работать спустя рукава»! То есть вообще не работать! Кроме женских костюмов мы также шьем и мужские! Например, вот этот костюм 18 века! Денис, ты думаешь, на нем вышивка? Нет! На самом деле это роспись по тканям! А смотрится очень красиво и богато! Это костюм эпохи Возрождения! В таких платьях ходили знатные венецианки! У этого платья отвязываются рукава, и их можно заменить другими! В этом костюме ходили девушки второй половины 19 века, героини Островского и Тургенева! Все самое интересное у этого платья находится сзади! А вот это скромное платье предназначено для езды верхом на лошади! Для того, чтобы не были видны ноги, имеется асимметричный крой юбки! Скажите, пожалуйста, а для чего нужны все эти мольберты? Можно же на обычном столе рисовать! А, я поняла! Вы просто не хотите, чтобы я рисунки увидела? Конечно, нет! Мольберты нам лишь нужны, чтобы отходить от работы! Мы смотрим на мольберты, смотрим на тебя! Так очень удобно! А это у нас автория живописи! Живопись – это урок такой? Да, это один из самых главных предметов! Ребята здесь учатся смешивать краски, выбирать оттенки! Вот ребят сейчас рисуют мультурморты! А откуда у вас эти все необычные предметы? Самовар, ложка? Вы их из дома приносите? Нет, конечно! У нас для этого есть кабинет, фонд! Вот это и есть наш фонд! Как видите, здесь много разных предметов! Гипсы уголов, чучел! Все это мы должны уметь рисовать! Ух ты, даже автомат есть! А вы меня сейчас карандашом или красками рисуете? Сейчас мы рисуем тебя карандашом, потому что за два часа можно сделать только карандашный набросок! Серьезные портреты красками пишутся много-много дней! И что? Человек все это время сидит, не двигаясь? И не разговаривая, в отличие от тебя! Натурщик – это отдельная профессия! Человек сидит все это время, не двигаясь, в разной одежде! За это зарплату получает! Ой, я бы так точно не смогла! Очень-очень красивые работы! Сколько же лет нужно учиться, чтобы так красиво рисовать! Эти работы у наших дипломников. Они учатся пять лет, но все мы рисуем с детства. Ведь чтобы стать настоящим художником, нужно иметь талант. Либо он есть, либо его нет. Ну как тут у вас дела идут? Сама хотела бы знать. Шея уже затекла. Готово. Балкошка, смотри, что получилось. А что, по-моему, похоже. Вы действительно не художники. Вы волшебники. Это же просто счастье какое-то. Спасибо вам большое. Всем привет! А вот и мы! Не хотите ли хурмы? А у тебя что, есть хурма? Нет. А зачем тогда предлагаешь? Чтобы в рифму было. Может, я поэтом решил стать? Ага. Я поэт. Зовусь Давид. От меня вам динамит. Ха-ха. Я поэт. Зовусь Давид. Все сейчас тут разгромит. А ну, успокойтесь. Привет, дядюшка Бух. Это все Анита. Она смеется над моим новым увлечением. Да разве можно в нашем возрасте сочинить нормальное стихотворение? Ну, конечно, можно. Сейчас я вас познакомлю с замечательнейшей притрессой. Она с четвертого класса пишет стихи. Прошу любить и жаловать. Галина Алексеевна Белгалис. Бах-бух. Плюх. Батрух. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие ребята. Всю жизнь хотел с настоящим поэтом познакомиться. А вы правда с детства стихи пишете? Правда с детства стихи пишу. Дело в том, что мама наша удивительным была человеком. Когда заканчивались какие-то сельхозработы, мы всегда возле горящей печки, возле лучины, возле лампы, бывало даже керосиновая лампа, я помню, мы всегда читали. Читали и сочиняли друг про друга рифмушки. А сейчас для детей у меня вышло уже восемь книг. В общей сложности написала четырнадцать. А четырнадцать лет, а не восемь, сколько это будет? Быстренько скажите. Вот остальные книги, значит, вышли для взрослых. А про что вы пишете стихи? Стихи, как и жизнь, они многогранные. Потому что те темы, которые ты встречаешь в жизни, видишь, сталкиваешься с какими-то интересными ребятами, с какими-то интересными проблемами. И, конечно, книги, стихи все о добре и зле. Скажите, ребята, мы часто слушаем внимательно учителя, слушаем внимательно маму, но не слышим по какой-то причине. Каждый день прилежный Коля ходит на учения в школу. Ходит мальчик в первый класс, удивляет Коля нас. На уроках всех сидит, на учителя глядит, но не слышит он задание. Вот какое наказание. Коле проверяли уши, может, хорошо он слышит. Врач тихонько говорит, слово в слово повторит. Он глухой не только в школе, слышит маму плохо Коля. Кружку за собой помой, он не моет, он глухой. Как домашнее задание? И вопрос тут без внимания. Бьются все, переживают. Коле уши проверяют, но случилось с сыном чудо. Мальчик вдруг помыл посуду, дел по дому Коля просит. Все ковры пропылесосил, все цветы полил водой. Что случилось, сын, с тобой? Мама рада, вот так сын. Ты в стране такой один. Папа молвил. Где дневник? Сразу Коля наш поник. В дневнике во всю страницу красовалась единица. Правда, ребята, как часто мы стараемся помогать только потому, что мы виноваты немножко. Правда ведь? Скажите, а как вам удается подобрать рифму? Вы, наверное, со словарем сидите и каждое слово ищите. Нет, мой солнышко, со словарем я не сижу. Если ты поэт, то ты со словарем не сидишь. Так, потом, когда ты проверяешь, когда уже стихотворение написано, стихи, они идут из самой души. Наверное, это очень сложно. У меня не получится. Ну что ты, ничего сложного нет. Давай попробуем. Вот ваша программа называется «С бухты-барахты», да? Какие слова рифмуются «барахты», например, «яхта», да? Если мы напишем «Ух ты», «Ах ты», «С бухты-барахты», какая программа у вас? Программа для детей. Да, вся программа, вся программа для детей с ней на свете веселей. А если мы возьмем слово «яхта», «Бухты-барахты» в сказку мчится яхтой, да? Дальше, что мы в сказке увидим? Паруса, какие возьмем? Доброты. Паруса, в ней доброты, много встретим красоты, да? Ну вот так вот они и сочиняются, эти стихи. То есть нужно знать, что ты хочешь срифмовать, а когда ты уже знаешь, полностью картинку представляешь, да? То есть образованный человек, который видит образами, да? И вот если ты эту картинку представишь, то у тебя сразу получится. Галина Алексеевна, мы желаем сочинить еще много-много стихов и поим, и выпустить много книг. А мы их обязательно прочитаем. И ребята, я уверена, тоже. Я буду очень стараться, потому что писать книги – это великая радость для каждого пишущего человека. Спасибо вам огромное, спасибо за то, что вы знакомы со мной, что вы читаете книги. Я очень рада. До новых встреч! Всем привет! Привет, друзья! Что у вас нового? Я весьма с Георгиевской ленточкой на груди хожу. Хочу, чтобы люди знали, что я помню тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Я помню тех, кто принес нам победу. Я горжусь ветеранами. Они настоящие герои. Это точно. А мы с папой 9 мая ходили на военный парад. Мне очень понравилось. Ты это чего? Завтра по физкультуре прыжки в длину сдаем. Вот тренируюсь. Хорошо, я с тобой. Скорее бы летние каникулы начались, не говори. Ну ничего, осталось еще немного продержаться. Хорошие итоговые оценки получить. И три месяца отдыха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ровнее. Как-то в сильную жару повидал я кенгуру. Удивился я. Откуда? Отвечаю. От верблюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пойму, что, откуда, почему. Я, наверное, не доспал. Я сегодня рано встал. Лучше я еще посплю. Я загадок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бух, а ты можешь барахнуть сюда сапоги-скороходы? Тише, тише, не буди его. Пусть спит. Сонь, мы завтра тоже прыжки в длину сдаем. Тут ведь главное правильно оттолкнуться. Ноги ставишь на ширине плеч, делаешь мах руками вперед и вверх. А при приземлении нужно стараться удержать ноги выше, чтобы раньше времени не приземлиться. И раз, два, три. По-моему, кенгуру уже в слонов превратились. А ну, потише их там. А то барахну вас таким же, как вы, фаригунам. В Австралию, что ли? Или в Африку? Не угадали. Ну, кто там спрашивал у меня про сапоги-скороходы? Внимание, приготовились. Бах, бух, плюх, отрух. Так, я все понял. Мы не в Африке, и не в Австралии. Мы своих же родных чебоксаров. Просто Бух перенес нас на тренировку бокеров. Кого? Вот таких вот людей называют бокерами. Они на каких-то ходулях ходят. Здравствуйте, а вы не подскажете, что это у вас в руках? Здравствуйте. Это устройство называется джамперы. Они стали широко известны с 2008 года. После того, как китайцы показали их на церемонии закрытия Олимпийских игр, весь стадион был заполнен китайцами, которые показывали на них различные трюки и упражнения. А как далеко можно прыгнуть на джамперах? Высоту на джамперах можно прыгнуть более двух метров. А в длину шаг будет более трех метров. Можно развить скорость. Более 35 км в час – это примерно скорость обычного велосипеда. Но все зависит от личных способностей человека. То есть это как в жизни. Все умеют бегать, но спортсмены-бегуны бегают быстрее, чем обычный человек. Так же и на джамперах. Если вы хорошо подготовлены физически, то у вас получится все хорошо. Хотите попробовать? Конечно! Замечательно! Но для этого нужна защита, потому что джамперы, как любой травмоопасный вид спорта, возможны падения, ушибы, поэтому применяется защита. Прочная? Очень! Для ходьбы и прыжков на джамперах очень хорошо подходит обычная обувь. Без каблука и без всяких излишеств. Нога зафиксирована? Да. Готовы сделать первый шаг? Конечно! Молодец! Замечательно! Так, давай руку. Стой! Стой, стой, стой! Шаг вперед сделай одной ногой, любой. Другой. Это практически как велосипед, то есть на джамперах невозможно стоять ровно. Необходимо переминаться, как лошадь, поэтому немножко движение напоминает горцевание лошади. Попробуй с левой на правую ногу. Оп, оп. Стоишь. Оп! Замечательно! Все так же, как ты учился делать первые шаги в жизни. У тебя изменился центр тяжести, и организм немножко реагирует по-другому. Огромная польза от занятий данным спорта замечена многими исследователями. Прекрасно развиваются координация, реакция, все группы мышц ног. Прибор сначала был придуман для американских солдатов в качестве секретного оружия для создания суперсолдата. То есть солдат на таких приборах должен был бегать быстрее, прыгать дальше. Но практика показала, что лучше использовать это для развлечений. Мы с тобой играем, катировки поднялись, высоко летаем. Нам бы не сорваться вниз. Может, моим инсайдером тебе не стать, но мы об этом не узнаем. Может, обваливайтесь сети навсегда. И снова мы с тобой играем. Каких только названий люди не придумали для джамперов. Ноги кузнечика. И ноги динозавров. Летучая саранча. И небоходы. Ботинки и ракеты. И попрыгунчики. Сумасшедшие ноги. И ходули супергероев. Но все равно суть одна. Джамперы – это отличный тренажер для мышц. И незаменимое устройство для активного отдыха. Ох ты, барахты. Плюшки-ватрушки. То-то и исчезли друзья и подружки. Много ребята смогли улыбаться. Что же, Дарстович, а я пойду спать. Дарстович, а я пойду спать. Бельгийский шоколад. Выбери сам. Молочный, темный или же белый. Спешите в развлекательный центр «Кокаду». Телефон 28-34-33.